или многосторонняя сессия медиации, этот кейс приведен. Мы даже там часть документов разместили. Последний вариант медиативного соглашения мы заключили по факсу, поскольку стороны находились в разных городах. Поэтому еще раз возвращаясь к теме профессионализма. Это преимущество, что вы приходите в новую сферу с незатуманенными глазами и смотрите как энтузиаст на все новое. Ну, будь то медицинская сфера, или, скажем, вот даже, знаете, тоже случай из моей практики недавней произошел. У нас инцидент произошел, когда женщина упала... Вы не устали еще? Нет меня слушать. Светлана, хорошо слышите? Нет, нет, нет. Вообще интересно слушать вас всегда. Когда упала женщина в автобусе, автобус, общественный транспорт, и она поломала себе позвоночник в двух местах. Ее отвезли в травматологическую поликлинику, дали корсет, дело без гипса обошлось, но все равно человек испытывал очень большой дискомфорт. По результатам этого инцидента, поскольку рассматривался он как тяжкий вред здоровью, было возбуждено уголовное дело. Следователь в течение трех месяцев собирал бумаги очень тщательно, но он не сделал самого простого действия. Он не сделал звонок в страховую компанию. Странно, да? Ведь человеку нужна помощь. Например, для реабилитации нужно делать массаж. Некоторые процедуры являются платными. А по сложным категориям споров, как я узнал впоследствии, предусмотрены предварительные выплаты. То есть, как только произошел инцидент, страховая компания, прежде чем даже рассчитает точную сумму страховой премии, выплачивает аванс. Это тоже закон. Это не акт доброй воли, таковы требования закона. Когда мы подключились к этой ситуации, я удивился, Светлана, насколько быстро изменяется наше законодательство ОСАГО. Вот обязательное страхование гражданской ответственности, это в целом социально ответственный бизнес. Есть ли она КАСКО? КАСКО могут себе позволить обеспеченные слои населения, добровольность выбора. Там тарифы не так регулируются. Но по ОСАГО, заметьте, вы купили билет, как пассажир общественного транспорта, сразу на вас распространяется ОСАГО, программа. И вот совсем недавно были внесены изменения, которые предусматривают повышенные страховые тарифы в зависимости от тяжести вреда здоровью. Но разобраться в этом документе крайне сложно, потому что я не знаю, как определить точную степень утраты вреда здоровью. Методических рекомендаций много, они только на поверхностный взгляд кажутся достаточно подробными. На самом деле все упираются в закрытую консервативную область медицины. А в медицинских нормативных актах совсем сложно разобраться. И, одним словом, мы работали с этой женщиной, и я просил ее пройти межведовственную комиссию, которая, возможно, даст ей группу инвалидности. Если группа инвалидности присвоена, то в законе, в постановлении правительства были однозначные критерии, сколько надо заплатить за этот вид травмы. И, вы знаете, так и произошло. Она прошла медицинскую комиссию, получила в результате вторую группу инвалидности. За это полагается 1 миллион 400 тысяч рублей. Так гласит закон. И вот этот миллион 400 тысяч мы не смогли бы получить из страховой компании, если бы не подали иск против нее. Конечно, это отступление от принципа нейтральности медиатора. Как это так? Медиатор, и он же представитель стороны спора. Но я здесь рассматриваю... Если вы выбрали роль представителя стороны спора, для того, чтобы сглазить...